С самой грустной собакой мир познакомился два года назад. Фотография лабрадора полукровки появилась на страничке приюта «Центр спасения собак» в соцсети. Такое впечатление, будто на мордочке Ланы было написано все разочарование, все горе, что ей пришлось пережить за свою короткую жизнь. Снимок стал вирусным, мгновенно разлетевшись по Фейсбук. Приюту, где жила Лана, это пошло только на пользу, на его счет неравнодушные люди перечислили около 15 тысяч долларов пожертвований. А собаку захотели приютить сразу 4 тысячи человек. Но, Лана, собака с трудной судьбой, родилась на улице, была вынуждена драться за еду с такими же уличными псами. Итак, с самого рождения. Волонтеры подобрали симпатичного песика. Так она попала в Канаду, в Центр спасения собак. Проблемы у нее в поведении были видны сразу, Лана яростно накидывалась на еду и не терпела, если к ней подходили, пока она ест. Детские травмы, они такие. На всю жизнь, через пять месяцев нашлась семья, которая приютила собаку. Поначалу все шло хорошо, Лана быстро привыкла к новому дому, а на ее печальной мордашке появилась улыбка. Но в один прекрасный момент все пошло прахом. В семье был совсем маленький ребенок, которого еще кормили грудью. И однажды собака начала рычать на мать, пока она кормила младенца. Лану вернули в питомник, держать такую собаку в доме действительно было страшно. Вдруг набросится на кого-то из детей. Перед Ланой замаячила перспектива усыпления, приют был переполнен. Но снова нашлись желающие взять себе несчастную собаку. Персонал питомника тщательно отбирал кандидатов. В итоге Лана переехала в новый дом, детей у хозяев не было, зато был опыт обращения с животными. Но через несколько месяцев собака снова оказалась в приюте. Люди хотят, чтобы собака их любила, чтобы с ней можно было играть, объясняют сотрудники питомника, а Лана не такая. Она не может уживаться с другими животными и детьми. Ей не нравится, когда ее тискают, она не подставит вам животик. Она забавная, но не самая веселая собака. Фотография Ланы снова появилась на страничке приюта для животных. Глядя на нее, сердце просто разрывается, кажется, еще чуть-чуть, и собака умрет от горя. Было бы идеально, если бы Лана смогла жить на ферме или ранчо, где она могла бы помогать своим хозяевам. Быть не просто игрушкой, а настоящим помощником. Лучшая семья для Ланы – это люди, у которых есть на нее время, терпение и готовность помочь ей привыкнуть к новому образу жизни. Лане обязательно нужен активный образ жизни. Она не сможет часами сидеть дома, ничего не делая, объяснила Брэнда Добрански, основатель Центра спасения собак. После очередной публикации о Лане на фейсбук, центр снова завалили письмами от желающих удочерить собаку. Но в этот раз владельца будут подбирать еще тщательнее. В приюте боятся, что еще одного разочарования Лана не переживет. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.